Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. В Алтайском крае продолжается мониторинг нарушителей природоохранного, лесного и охотничьего законодательства в рамках акции «Спасем косулю». Смотрите репортаж с очередного рейда. Жительница Барнаула с редким заболеванием уже 8 раз пыталась получить инвалидность, но в ответ слышала только отказы. Почему неизлечимого генетического заболевания недостаточно? Геометрия тела в пространстве. Выставка фоторабот с таким названием открылась в картинной галереи «Нагорная». Подробности в выпуске. В начале выпуска информация для автомобилистов. Алтайские трассы сегодня будут перекрыты из-за учений военных. Давайте посмотрим, на каких участках ограничат проезд. С 14.45 до 17.45 нельзя будет проехать по дороге от Контошина до Чуйского тракта. От озера Красилово опять же до Контошина. А также участок Чуйского тракта с 258 по 267 километр. С 17.45 до 20.45 будет перекрыта дорога озерки Чуйский тракт Новокраюшкино. В Алтайском крае продолжается мониторинг нарушителей природоохранного, лесного и охотничьего законодательства в рамках акции «Спасем косулю». Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Этой зимой животные в Алтайском крае оказались в снежном плену. Они не могут свободно передвигаться, утопают в снегу. Это может привести к их гибели. Чтобы этого не допустить, в Тальменском районе прошел очередной рейд в рамках акции «Спасем косулю». Совместно с инспекторами Минприроды к спасению копытных подключилась Росгвардия, МВД и ГАИ. «Браконерство сейчас процветает с установлением высокого снежного покрова. То есть животным становится сложно передвигаться по местности. На снегоходе ничего не стоит догнать копытное животное, такое как косуля». Усилен мониторинг как наземный, так и воздушный. Теперь для обнаружения нарушителей запускают беспилотный летательный аппарат. Это повышает эффективность обнаружения правонарушений. Самолетом управляют из автомобиля. На основании сигнала, поступившего из штаба, куда передает беспилотник картинку, оперативная группа выезжает по указанным координатам. Преимущество летательного аппарата – мониторинг может происходить в любое время года. Его можно направить в самые сложные уголки района. К тому же самолет автоматически может преследовать цель. «Запуск беспилотника позволяет контролировать с воздуха обширные площади. То есть если выявляются подозрительные люди, подозрительный автотранспорт в местах проведения рейдов, передается информация наземным группам, наземным патрулям. И сотрудники Росгвардии совместно с представителями охотнадзора выдвигаются на место обнаружения подозрительных людей транспорта». «Стоит отметить, что с начала этого года запрещена охота на копытных, за исключением кабанов, на них с 29 февраля. Однако это не останавливает браконьеров. Уже с начала года выявлено 7 нарушений охоты, возбуждено 12 уголовных дел, незаконно отстреляны 30 косуль и порядка 5 лосей. За 2019 год ущерб Государственному охотничьему фонду составил 17 миллионов 610 тысяч рублей». «Сложность этого года – это погодные условия. Видите, аномальный снежный покров у нас на сегодня. И косуля, и лось, и все копытные, и морал сегодня находятся в более беспомощном положении, нежели в 2019 году». После рейда в Тольменском районе выявлено, что браконьеров на этой территории нет. Но снежные покровы все еще могут доставить проблем животным. Поэтому сотрудники Минприроды продолжат мониторинг. Вадим Слюсарев, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Козерлыга. Новости. Екатерина Лимаева из Барнаула страдает редким генетическим заболеванием. В России оно встречается у пяти человек из ста тысяч. Девушка уже восемь раз старалась получить инвалидность, но безуспешно. О деталях этой истории наш следующий сюжет. Что такое борьба за жизнь, Екатерина Лимаева знает прекрасно. Шесть лет назад девушка бросила вызов онкологии. У нее обнаружили рак кишечника. За плечами пять кусок химиотерапии. Но едва болезнь начала отступать, еще один страшный диагноз – болезнь гентингтона. Это редкое генетическое заболевание, которое Екатерина унаследовала от отца. Сначала ему ставили лет шесть-семь рассеянный склероз. И вот наконец-то там какой-то умный невролог догадался, чтобы он сдал генетику на болезнь гентингтона. И сказали, что его дети должны обязательно провериться. Что шанс наследования 50 на 50. Проверился мой братик и я. У брата болезни нет, но мне генетика опять вот фортанула. При болезни гентингтона нарушается работа нервной системы. Со временем ухудшается походка, развивается деменция. Теряются базовые навыки. Человек не может себя обслуживать и оказывается запертым в своем теле. Симптомы чаще всего проявляются после 45 лет. Самое страшное – болезнь неизлечима. Человек может только отсрочить клиническую стадию с помощью медикаментозного лечения. А в случае Екатерины гентингтон начал проявляться гораздо раньше – 3 года назад. Сейчас девушке 29 лет. Когда узнала о диагнозе, Екатерина обратилась в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы получить инвалидность. Но там выяснилось, гентингтон права на инвалидность не дает, а физическое состояние у девушки в норме. Получается, нужно ждать, пока болезнь не начнет прогрессировать. То есть при обследовании выявляются носители заглядных, но каких-то клинических проявлений нет. Это доклиническая стадия. В данном случае, конечно, говорить о лечении и признании человека инвалидности, в данном случае рано. Было 8 попыток, и все неудачные. В бюро медико-социальной экспертизы поясняют – у них просто нет другого выхода. Инвалидом признается человек, заболевание которого мешает его жизнедеятельности. У Екатерины таких показаний нет. Хотя заболевание, по словам генетиков, гарантированно проявится. При этом заболевании отмечается стопроцентная пенетрантность. То есть если потомок унаследовал вот этот патологический ген, то заболевание со стопроцентной вероятностью у него проявится. Такая ситуация сложилась из-за того, что генетон – крайне редкое заболевание. В России фиксируют 5 случаев на 100 тысяч населения. В интернете информации о болезни мало, как и компетентных врачей в этой области. Например, Екатерина получает информацию и лечение напрямую из научно-исследовательского центра в Москве. И по-прежнему не сдается. Старается помогать другим людям с редкими заболеваниями. Екатерина – волонтер Всероссийской организации «Редкие люди». Ну то есть я знаете, как даже утешаю людей, что людей с болезнью генетингтона, посмотрю, у меня онкология, и как бы живу, да, нормально. А людей с онкологией, я говорю, посмотрю, у меня есть еще такое заболевание. Кроме того, девушка ведет YouTube-канал «Сильнее обстоятельств», где собирает истории людей с редкими заболеваниями, а также проводит фотовыставки на эту тему. Во всех начинаниях ее поддерживает муж Павел. Иван Горбатов, Анатолий Фукс. Новости. «Геометрия тела в пространстве» – выставка фоторабот с таким названием открылась в картины галереи «Нагорная». Таким образом, ее автор Анастасия Воронова подвела трехгодичный итог работы в жанре портрета. «Мои герои – все обычные люди, каждый со своей историей, со своим миром, со своим характером. Кто-то более открытый, кто-то закрытый. Но я думаю, это все можно понять, посмотрев портреты». Барнаул – не первый город в географии выставки. В столицу Алтайского края экспозиция приехала из Новосибирска. В галереи «Нагорная» представлено около полусотни работ. В основном это черно-белые фотографии. Насладиться современным искусством и красотой человеческого тела можно до 1 марта. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24», а также еще большие новостей вы сможете найти на сайте нашего телеканала «Катунь-24.ру», а также в наших группах в социальных сетях. До встречи в следующих эфирах! Субтитры создавал DimaTorzok